Привет, друзья! Роботы-пылесосы становятся все умнее, функциональнее, да и цена немного становится ниже. Производителям нужно выделяться, делать что-то новое. Сегодня в обзоре робот-пылесос La Electrolux с бесщеточным мотором, 2D-картографией, с отдельным контейнером для мойки и рядом других функций, о которых я вам сейчас и расскажу. За сохранность посылки можно не переживать, поставляется в двух коробках. Первая транспортировочная, вторая с ручкой, чтобы удобно было переносители забирать с почты. Это хорошо. В комплекте подробная инструкция по настройке и подключению на трех языках, русский присутствует. Контейнер для сбора мусора с установленным HEPA-фильтром, база для зарядки пылесоса с индикатором, запасной HEPA-фильтр, пульт дистанционного управления с дисплеем, блок питания с европейской вилкой для зарядки, запасная тряпка из микрофибры для влажной уборки, батарейки для пульта, тоже есть и это хорошо, щетка для очистки и удаления волос, 4 щетки, 2 рабочие, 2 запасные, плюс на пылесосе уже установлен моющий блок с тряпкой. Отличная комплектация, да и пылесос выглядит неплохо. Поверхность уже не просто черный глянец, а с определенной текстурой и смотрится это нормально и меньше пыли собирается. Кнопка всего одна, но многофункциональная. И три индикатора с иконками, зарядка, Wi-Fi, таймер и ошибки. Контейнер извлекается легко, в нем установлены датчики, определяющие количество собранного мусора. В этой версии, ребята, производители не стали встраивать все сразу, а сделали отдельный контейнер для мусора и отдельный контейнер для влажной уборки. За счет этого пылесос получился компактным, смогли установить мощный бесщеточный мотор японского производства и, собственно, увеличить контейнер для воды. Емкость теперь составляет 350 мл, да еще и оснастить его датчиком контроля капельного смачивания тряпки. Бак для воды китайцы назвали умным. По сути, вода просто уже не льется на обработанную поверхность, где проезжал пылесос. И это хорошо, это расход уменьшает и делает уборку более эффективной. Проверим. Подключение стало еще проще к смартфону. Скачиваем приложение Tuya Smart из Play Market или App Store, запускаем. На пылесосе жмем два раза кнопку включения, после чего нам женским голосом сообщается о том, что Wi-Fi подключен. В приложении нажимаем плюс, выбираем из списка пылесос и подключаем его к домашнему роутеру. Приложение простое, перевод не везде произведен на русский, но это не проблема и сильно не мешает. Зато работает нормально и нет танцев с подключением. Некоторые подписчики писали, что с прошлыми моделями были сложности с подключением именно к Wi-Fi. В общем, в инструкции все подробно описано и это не займет более пяти минут. Режимов уборки есть несколько. Я запустил в автоматическом. Комната примерно 18 метров квадратных. Предварительно была уже сделана уборка обычным пылесосом, да и так видно, что вроде все как чисто. Запускаем либо с пульта, либо со смартфона в один клик. Пылесос начинает уборку и ребятам действительно уже есть отличие. Пылесос не мотается, как сумасшедший хаотично по всей комнате. Траекторию выбирает правильную. Сенсоры стали также умней. Препятствия замечает издали и перед ними сбавляет скорость. То есть до плинтуса не касается, но щетки туда достают, а потом еще впритык сам подъезжает к периметру комнаты и уже начинает убирать именно возле плинтусов. Это интересно. Вообще есть режим зигзаг, режим очистки по краям, точечная или локальная уборка, сверхмощная повышенная уборка, влажная уборка и возможность управлять пылесосом в ручном режиме при помощи смартфона или пульта. Помимо этого есть функции предотвращения наматывания шнура, антипадения, антиудар, автоматическая подзарядка, да и по ковру умеет ездить, преодолевая небольшие препятствия. Щетка V-образная для чистки с резино-силиконовыми лопастями и мягкой щетиной. На уборку, грубо говоря, 20 квадратных метров потребовалось 10 минут времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Заряд при этом показывает еще остаток 90%. Емкость аккумулятора 2500 мАч, а как заявляет производитель, убирать может на одном заряде 200 метров квадратных пылесос. Плюс ко всему, в этой версии теперь есть картография. Не такая крутая, как у Xiaomi, но есть. Вот мой прямоугольник одной комнаты, а вот эта красная точка местонахождения пылесоса. И еще, если убрать уже все комнаты, он нарисует полную карту, и уже можно переместить эту красную точку в нужную комнату, и он поедет туда и начнет убирать там. Вот это уже круто. Ну и, собственно, результат уборки. Извлекаем контейнер, и сразу, как я подумал, ну все ок, пыли немного, но заглянув вовнутрь, понял, что обычным пылесосом много пропустил. Собрана именно мелкая пыль, и, возможно, более тщательно пройдены углы. А вот теперь про минус. Практически всю эту пыль, что не получилось вытряхнуть, нужно убирать влажной тряпкой вручную. То есть мыть этот контейнер производитель не разрешает, там установлена электроника. Я так понимаю, датчики. HEPA-фильтр извлекается, его можно помыть, а остальное нужно вытирать вручную тряпкой. Такая беда, можно сказать. Хотелось бы, чтобы как-то извлекалась хотя бы часть контейнера именно с пылью, отдельно от электроники, и можно было уже мыть под проточной водой. Как-то так. Ну да ладно. После этого я налил воды в контейнер уже другой, установил его и запустил. Влажная уборка отличная. На 20 квадратов израсходовалось немало, конечно, воды, но переливов или пропусков не было. Все отлично. Соответственно, после сухой уборки нужно делать только влажную, чтобы не размазывать грязь уже существующую. Об этом помните и не пишите в комментариях, что влажная уборка пылесоса это только размазывание грязи. Сделайте уборку обычным пылесосом, либо же запустите пылесос в режиме уборки сухой, а потом уже устанавливаем влажную. В целом, мне понравился, как двигается пылесос и как справляется с углами, бортами и очисткой в целом. Я даже проверил, как быстро и каким путем он найдет свою базу для зарядки. Результат меня порадовал. И, друзья, давайте проведем эксперимент. Мне самому интересно, потому что робот действительно не глупый. Есть у него свои фишки. Заберем у него базу из этой комнаты. Хочет он на базу приехать. И отправим ее вообще в другую комнату. Посмотрим, как быстро он к ней доберется. Подключаем. Идем смотреть, что он тут делает. В поисках. Должен выехать туда. Первым делом он объедет периметр. Найдет дверь. Заметил дверь. И теперь даже по диагонали движется вдоль нее. И теперь должен выехать. Давай, выезжай. Едет в автоматическом режиме. Сейчас тут портфель у нас, ремни. Ну, едет в правильное. Не на обратно, а едет в правильном направлении. Близко находится уже к своей базе. Там вот она за углом прячется. И я думаю, что он уже ее нашел. Теперь должен припарковаться. Но с первого раза точно не получится, наверное. Хотя... Получилось. Отлично. То есть вот у нас он проделал такой путь. Из той комнаты объехал периметр. И добрался в другую комнату. Встал на зарядку. И двигался, причем довольно-таки аккуратно. И это действительно хорошо. Роботы становятся умнее. В общем, разница с более дешевыми вариантами очевидна для меня. Этот пылесос лучше справляется с уборкой. Стал более умный. Но в минус отнесу очистку контейнера для пыли. Не совсем это удобно делать. А так в целом отлично. Ваши мысли пишите в комментариях. Я их все читаю. А также ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и не потеряться. Нового будет много. Увидимся. Нового будет много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова